В общем-то, никто не знал толком, что такое этот стукач, потому что его никто не видел. Зато слышали все. Приходил стукач нечасто, всего несколько раз в год. Разрыв между его визитами мог продлиться пару дней, а мог растянуться до недель, месяцев и даже полгодий. Чистота его посещений не зависела ни от фазы Луны, ни от времени года, ни от чего-либо еще, но все-таки даже эта таинственная сила соблюдала два правила. Первый стукач поменялся только в темное время суток, в промежутке между девятью вечера и часом ночи. Второй стукач никогда не пользовался звонками, предпочитая дергать ручки или тупо колотить по двери, за что получил свое прозвище. Никто не знал, бывает ли стукач на улице, однако жокно на всякий случай, парикодировали и даже за что имали. Неизвестно точно, сколько людей, теоретически могли столкнуться с этим мехом и скольки попали под его влияние. Вероятно, они предпочли бы не рассказывать об этом. Но все три фатальных случая, после которых сомнений в дружелюбности стукача не осталось, дед Мика засвидетельствовал лично. Первая беда случилась еще в середине восьмидесятых. Накрыло, как-то и странно, одного из старожилов. Прямо над квартирой деда Мике обитал левый старичок, перешагнувший уже черту дью на столе и теле. Несмотря на крепкое здоровье и самостоятельный образ жизни, а это о новом, говорив в таком возрасте, соображал старичок плоховато. Как то раз деда Мика и услышал, что во время отхода стукача его сосед сверху возьми да открой, никаких ударов, криков или других подозрительных звуков не последовало. Просто с того события старичок перестал выходить из квартиры. Местные сразу поняли, в чем дело. Некрудно было сложить два струля, припомнив дату последнего визита стукача. Поначалу все боялись соваться в нехорошую хату. Но у кого-то в итоге сочувствие перевесило страх, и он решил проведать старичка. Тот не открыл. Заволновавшись, сердобольный жилец вызвал милицию. Милиции старик тоже не открыл. Менты попытались открыть сами. Несмотря на то, что они не могли, вызвали какую-то амбригаду для решения подобных ситуаций, начали вскрывать двери. Сломали об нее три болгарки. Три нахрен болгарки, блин, обтарухлявую дверь в советское развалие. Так, может, дед Мика и приукрасил этот момент, но сломать даже одну, пусть самую ржавую, а деревянную дверь, блин, это бесец, как странно. Невскрылый король. Во время этой возни соседи пошушукались и позвонили у правдом. Тот явно обладал нестандартным для такой должности мышлением, потому как насчет стукача все прекрасно знал. Быть может, особенность провинциального склада ума? Из рассказов деда Мики складывалось впечатление, что жильцы-хрущевки относились к стукачу безо всякой заинтригованности, а как к бытовой проблеме, типа протекающей крыши. Исправить не выходит, значит, убьем уживаться. Принчался, в общем, наш ураг, без лишних вопросов, договорился как-то с представителями закона, объявил всем легенду, мол, квартира в плохом состоянии, так что ее временно опечатают. Уж не знаю, какие он там выкатил условия и кому в итоге досталась собственность, но в квартиру с тех пор никто не совался. Она до сих пор стоит вся опечатанная, без видимых причин, что там внутри. Куда делся бедный дедок? Ни у кого не было желания искать ответы на эти вопросы. Я не исключение. Следующими жертвами стукача стали сразу три человека. Случилось это почти через 20 лет, после исчезновения дед Микиного соседа. Умер один из квартирантов. Я искренне надеюсь, что хотя бы он ушел из этого мира. Из-за возраста или болезни, и в его опустевшие жилье приехала молодая семья, какие-то родственники, получившие жилплощадь по наследству. Славные такие были ребята. Сокрушался дед Мика во время рассказа. Сынишка владельца, кажись, с женой и дочкой двух годков. Молодые совсем были. Конечно же, его предупредили о стукаче. И конечно же, бодрый молодой отец семейства, в самом расцвете сил, не воспринял местные суеверия, всерьез. Когда стукач постучался, простите за тарталорию, к нему в дверь, тот наимно распахнул ее. И никого там не обнаружил. Узнал об этом его сосед, которому мужчина, пожаловался утром на ночной хулигане. Мы ничего дурного поначалу не заметили. Уж начали подумывать. Может, пронесло. А потом вот. Первым звоночком для соседей стало отсутствие голосов жены и дочери в злополучной квартире. Но вроде голос мужчин время от времени к ним обращался. Тайно вопросы о своих домашних он отвечал вполне уверенно. Так что местные лишь плечами пожали мало ли, какие в чужой семье причуды. А потом из квартир начал сочиться вполне однозначный запах трубнины. Стояло лето, и вон быстро достигло того предела, после которого всякий нормальный человек начнет бить стривом. В итоге несколько местных жестко прижали новосела. Тот удивился, словно бы не понимая, о чем вообще речь. Разделенные соседи ворвались к нему. И обнаружили там картину, в стиле классического хаоржера. Труп его жены сидел на кухне, уронив торс на обрепленный луками стол. А мертвая дочь валялась в одной из комнат на коврике, окруженной раскрасками и цветными карандашами. Может, и не совсем так все было. Но суть в другом. Весь их облик говорил о том, что несчастные сами не заметили, как умерли. А что еще страннее, не заметил этого сам глава семейства. Один из ворвавшихся, трясясь от ужаса, рассказывал, как мужчина жаловался мертвой жене на непрошенного гостя и успокаивал, якобы напуганную его вторжением, дочь. В итоге менты повесили убийство на отца и мужа, который до последнего вел себя так, словно его семья была жива, кричал жене, что скоро вернется, что это какая-то ошибка, ну и так далее. Его дальнейшая судьба была неизвестна деде Микки. Зато знал деда Микка кое-что другое. Причина смерти женщины и девочки осталась неизвестной. Его товарищ служил деда в следственном отделе и проразвиздился с пьяном, что вообще-то никаких следов насилия на трупах не нашлось. На них вообще ни хрена не нашлось. Их не задушили, не зарезали, не отравили. Каким способом угорохали, если вообще грохали, непонятно. Вскрывальщики там трое суток выжимали свою фантазию досуха, чтобы хоть какую-то подложку обвинению дать. Но до нашей прокуратуры много не надо, так что это дело скоро закрыли и забыли.